Привет, снова в эфире канал Девайс. Сейчас я представлю топ 7 лучших мониторов с веб-камерой в 23-м году. Первое место в моем рейтинге занял оптимальный по соотношению цены и качества 27-дюймовый QHD монитор из серии P3 от AOC. В магазинах его цена стартует примерно с 33 тысяч рублей. Это профессиональная модель 23-го года с камерой на 5 мегапикселей с разрешением 2592 на 1944. Веб-ка оснащена микрофоном и поддерживает функцию распознавания лиц Windows Hello. Есть два интегрированных динамика по 5 Вт. Максимальная частота обновления экрана составляет 75 Гц. Качество картинки на уровне. У Моника есть концентратор для зарядки гаджетов мощностью 65 Вт. Куча портов USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet и Jack для подключения наушников. Полный комплект. В общем достойный монитор по приятной цене. Загляни в описание, там ты найдешь ссылки на самые интересные предложения мониторов с веб-камерами из этого топа в надежных магазинах. Пройдя по ссылкам, ты сможешь уточнить цены, почитать отзывы и посмотреть технические характеристики заинтересовавших тебя моделей. На вторую позицию я поставил Dell C3422WE стоимостью порядка 130 тысяч рублей. Это первый и единственный монитор Ultra Wide QHD в моем топе. У него самая большая диагональ более 34 дюймов и самая большая максимальная частота обновления 76 Гц. 5-мегапиксельная инфракрасная камера поддерживает аутентификацию через Windows Hello и разрешение до 2456 на 2054 на картинке. При съемке и трансляции видео, естественно, возможности вебки чуть скромнее, немногим более 2 мегапикселей и разрешение 1080 пикселей. Профессиональный монитор с изгибом 3800 сертифицирован для Microsoft Teams. Но этот Dell хорош не только для видеоконференций, но и для игр, просмотра мультимедийного контента и других задач. Подпишись на канал Девайс, поставь лайк, если тебе понравилось это видео, делись своими мыслями и задавай вопросы в комментариях. Третье место досталось единственному яблочному монитору в моем топе Apple Studio Display. У этой 27-дюймовой модели самая большая яркость в рейтинге 600 нит и самое большое разрешение 5К. Цена, увы, тоже самая большая, около 240 тысяч рублей. Впрочем, от Apple другого и не ожидалось. У Studio Display классная ультра-вайт камера на 12 мегапикселей, 6 динамиков, 3 микрофона, 3 магнитофона японских, куртка замшевая, 3. Ой, это кажется из другой оперы. В общем, все в духе Apple. Монитор заточен в первую очередь под яблочную продукцию, во вторую очередь тоже. Этот факт можно одновременно занести как в преимущества, так и в недостатки. Например, у Studio Display очень скромный, мягко говоря, набор портов. Даже не надейся найти в этом Монике какой-нибудь дисплейпорт или HDMI. В плане подключения от Apple можно получить только Thunderbolt с обратной резьбой, ну и еще три обычных USB. В телеге у меня есть канал с разными рейтингами, сравнениями, обзорами, а самое интересное скидочные промокоды для выгодных покупок. Подписывайся, ссылка на канал в описании. На четвертой позиции оказалась 32-дюймовая модель M8 от Samsung. В магазинах ее можно купить где-то за 93 тысячи рублей. Этот девайс, по сути, представляет собой гибрид игрового монитора с разрешением 4К со Smart TV под управлением операционной системы Tizen 6.5. Если не считать Apple с третьей позиции, немного выбивающиеся из общего рейтинга, то у M8 самое большое разрешение и самая большая яркость – 400 нит. Вебка неплохая, компактная, съемная. Поддерживается отслеживание лиц с автоматической фокусировкой и популярный софт для видеозвонков наподобие Google Duo. Недостатки у M8 тоже есть. Так у этого Моника посредственные динамики лечатся внешней акустикой. А еще ограничены возможности подключения. Есть поддержка AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, парочка USB и один micro HDMI. А это ничем не лечится, придется довольствоваться тем, что есть. Пятое место топа занял еще один Samsung, как и модель с четвертой позиции. 24-дюймовый Full HD монитор из серии S4 обойдется примерно в 24 тысячи рублей. Этот девайс отличается достаточно богатыми возможностями для своей скромной цены. Качество картинки приличное, частота обновления доходит до 75 герц. В преимущество можно записать низкое энергопотребление. В среднем оно составляет 18 ватт. Динамики простенькие, от 2-мегапиксельной камеры тоже ничего выдающегося ожидать не стоит. В целом же этот S4 своей цене соответствует. Было бы удивительно ожидать чего-то большего от монитора за 24 тысячи. На шестое место я поставил монитор Philips из серии P-Line с ценой порядка 48 тысяч. У этой модели диагональ 32 дюйма, как и у M8 с четвертой позиции топа. Правда, в отличие от Samsung, у Philips максимальное разрешение не 4К, а Quad HD. Поэтому и цена скромнее, и место в рейтинге пониже. Моник оснащен 2-мегапиксельной вебкой с разрешением 1080 пикселей и парой довольно мощных 5-ваттных динамиков. Качество изображения приличное, неплохие возможности подключения внешних устройств. На борту 5 портов USB, DisplayPort, 2 разъема HDMI, Ethernet и Jack 3.5 для наушников. В общем, неплохой Моник с разрешением Quad HD. Своей цене соответствует, но ждать от него чудес не стоит. И на последнее седьмое место я поставил тоже Philips, но уже из серии Beeline. Это самая дешевая модель в моем рейтинге, стоит она приблизительно 17 тысяч рублей. 24-дюймовый Beeline выдает разрешение Full HD с частотой обновления экрана до 75 Гц. Качество изображения приличное, чего не скажешь о вебке и встроенной акустике. Камера и динамики, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Впрочем, чего еще ждать от Моника стоимостью менее 20 тысяч. В плюсы этому Philips можно записать достаточно скромный вес и среднюю потребляемую мощность 14,5 Вт. К слову, этот монитор лучший по энергоэффективности в моем рейтинге. В общем и целом, девайс своей цене соответствует, было бы иначе, он не попал бы в топ. Ну все, пора закругляться. Выпуск о лучших мониторах с камерой подошел к концу. Если есть вопросы, можешь задать их в комментах. И не забудь лайкнуть видео, если оно тебя заинтересовало. Заодно и на канал подпишись, и здесь всегда свежая инфа по компьютерному железу. Ссылки на все Моники из этого рейтинга ты найдешь в описании, а в телеграм-канале тебя ждут уникальные промокоды. До встречи в следующем выпуске!